Новости на государственном телеканале Западная Армения. Главные темы дня. Рана памяти Раймонд Рубен Берберян, где находится гора Немрут. Северский пакт – новая страница борьбы армянского народа Ашот Арутинян. Сыны Западной Армении – кинорежиссер Андрей Верней. Опубликована партитура и клавир Комитаса. Теннисистка Элина Аванесян одержала свою первую победу под флагом Восточной Армении. Одна из неприступных крепостей Иванского царства в Ушакане – Хажак Сириканян. Изгнанники нашей великой армянской семьи, дети и внуки видят в турецком государстве то, что причиняет им боль. Некоторые восстают, и они правы. Другие – более сдержанные, но все же склонны к благоразумию и тоже правы. Историки правы, религиозные и политические деятели правы. И я, как мечтатель и поэт, тоже прав. Но мы все еще на грани ножа, преследуя тысячи различных целей, пытаясь вместе или в одиночку преодолеть густую завесу, повисшую над нами 80 лет назад. Мы живем в изгнании уже 108 лет, как послы без портфеля, с нашими корнями и культурой, но заслужили уважение всего мира, чтобы этот уникальный мир задумался о нашей проблеме и был солидарен с нашими справедливыми требованиями. Турецкое государство не только осуществило постыдный геноцид нашего народа, но и стерло память о армянстве, не учитывая, что мы являемся коренным народом этого региона. Не удовлетворившись резней полутора миллионов армян, турецкое государство также осуществило культурный геноцид, систематически уничтожая наше национальное наследие. Сегодня турецкая молодежь недоумевает, когда слышит об армянах. Они почти не знают армян и отказываются верить в то, что их бабушки и дедушки стали жертвами геноцида. Как говорят, нет более слепого человека, чем тот, кто не хочет видеть. Но турецкая молодежь не просто не хочет видеть, она слепа. Турецкое государство, отрицая свое отвратительное прошлое, опасаясь, что небо обрушится, включая позорное наследие своего почитаемого национального героя Аттатурка Мустафы Кемаля. Некоторые турки, знающие о геноциде, цинично утверждают, что Аттатурк признал виновным Талата Энвера и других виновников геноцида, но затем умыл руки, поскольку имел другие проблемы. Продолжить искажения истории. Я требую, чтобы турецкое государство было привлечено к ответственности за действия, направленные против человечности, которые оно совершило в отношении наших семей. Геноцид в отношении армян не должен остаться безнаказанным. Турецкий народ должен восстановить свою историческую память и признать свою истинную историю, а не ту, которую ему представляют власти в Стамбуле и Анкаре. Они должны знать, что Святая гора Арарад, а также семь армянских провинций Ван, Эрзурум, Харбер, Битли, Тигранакер, Себастье и Тарабзон, оккупированные турецким государством, не принадлежат им. Они также должны знать, что как на Федживан и Арцах исторически принадлежал Армении, и что всемогущество советского режима наградило Азербайджан этими территориями. На самом деле Турция была захвачена у армян, которые жили в этом регионе более 7 тысяч лет. Они должны понять, что произведения искусства в их музеях были ограблены у других народов, что их дворцы были построены армянами, включая собор Святой Софии, и что их предполагаемая европизация – это всего лишь дешевая пародия. Признание их идентичности среди других народов зависит от армян. Турецкое государство должно признать, расовое превосходство – это миф. Убийство одного человека – это преступление. Уничтожение полутора миллионов человек – киноцид и преступление против всего человечества. Раймат Рубен Берберян. Гора Немрут – туристическая местность, расположенная в провинции Адыяман на востоке Западной Армении, известная своими впечатляющими статуями. Гора славится своим историко-культурным богатством, также является важным археологическим памятником. На вершине горы находятся гигантские статуи, относящиеся к древнему царству Коммагена. В центре находится статуя главного бога армянской мифологии Арамазда. С одной стороны сыновья Арамазда – Мигр Иваан. С другой – статуи богини земли Коммагене и Антиоха I. Король изображен в армянской тигранской короне. На горе Немрут находится гробница, построенная царем Коммагена Антиохом I Ервандуни. Мемориал представляет искусственно возведенный холм высотой около 50 метров из мелких камней, с обеих сторон которого установлены одинаковые скульптурные группы, изображающие богов царя и его предков. По сложности архитектуры памятник сравнивают с египетскими пирамидами. Многие ученые считают его одним из восьми чудес древнего мира. Гора Немрут включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По случаю 104-й годовщины подписания Северского пакта после завершения зум-встречи председатель Земляческого союза ШУШИ историк Ашот Ратюнян дал интервью, где выразил свой взгляд и оценки касательно столь важного события. А Ратюнян подчеркнул, «Инициатива имеет существенное значение для напоминания международному сообществу и нашим соотечественникам о наших исторических правах и роли Северского пакта. Отметив, в нынешних геополитических условиях Северский пакт может стать влиятельным документом, если армянский народ будет обладать сильной национальной властью и сплоченностью». Ашот Ратюнян призвал армянский народ наконец проснуться от нынешнего оцепления, в котором он находится в последние годы, подчеркнув, «Северский пакт как международный юридический документ имеет огромное значение, и мы должны быть готовы его защищать, обладая соответствующими силами и мощным государством». А Ратюнян также добавил, «Возможность новых военных конфликтов в нашем регионе требует трезвого взгляда на реальность и четких шагов в борьбе за права нашего народа». Таким образом, по словам Ашота Ратюняна, Северский пакт продолжает оставаться в центре нашего национального сознания, как руководство и движущая сила к возрождению нашего народа». Сыны Западной Армении, кинорежиссер Андрей Вернёй. 47 лет работы в кино – это были прекрасным приключением, и я благодарен всем людям, с которыми я работал и которые привели меня к успеху. Андрей Вернёй, при рождении Ашот Малакян, родился в 1920 году в городе Родоста, Западной Армении. После того, как родители бежали из страны, спасаясь от преследования, на развалинах Османской империи возникла Турецкая республика, и город получил новое имя – Текердак. Впоследствии Андрей Вернёй стал признанным режиссером во Франции. Его фильмы были номинированы на «Золотую пальму» Ветканского фестиваля и на «Американский Оскар». В 1996 году Вернёй получил французский аналог Оскара «Приз Сезар» за достижения в области кинематографа. Вернёй работал с величайшими актерами своей эпохи, среди которых Энтони Куинн, Юл Бриннер, Генри Фонда, Жан Габен и Чарльз Бронсон. Его последними работами в кино стали фильмы «Майрик» со знаменитым Омаром Шарифом и «Улица породить, дом 588». Оба фильма были основаны на его детских воспоминаниях. «Майрик» известен как лучший полнометражный художественный фильм, посвященный совершенному против армян геноциту. По инициативе мэрии Еревана изданы партитуры и клавер произведений Кумитаса, которые будут представлены культурным организациям Восточной Армении и Диаспоры, музыкальным и художественным школам, детским хоровым коллективам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Цель мэрии – способствовать инициативе сохранению и восстановлению музыкального наследия Кумитаса. Издания позволят культурным и образовательным организациям более глубоко изучать и анализировать музыку Кумитаса. Мероприятие внесет большой вклад в международное признание армянской культуры, послужит широкому распространению и оценке искусства Кумитаса. Теннисистка Элина Аванесян стартовала с победы на турнире ВТА-1000 в американском Цинциннате. Элина Аванесян впервые приняла участие в международном турнире после смены спортивного государства с России на Восточную Армению. В квалификационном раунде спортсменка одержала победу над американкой в двух сетах и прошла в финал. В финале квалификации Элина сыграет против британки Хэри Дарт. В мировом рейтинге теннисистка занимает 58 место. Исследователь исторических материалов Хажак Сириканян в своем фейсбук-аккаунте опубликовал фотографии, написав «Одна из неприступных крепостей Иванского царства в селе Ошакан, Арагоцовская область, 9-7 век до н.э. В то время Иванское царство государства уральцев было значительной политической и военной силой в регионе. Крепость была построена в стратегически важном месте для защиты окрестных территорий и контроля важных путей. Благодаря мощным стенам и хорошо укрепленной позиции крепость Ошакан была неприступным оборудительным сооружением. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!